доброе утро дорогие друзья итак я даже не знаю как передать ту вот как бы силу которая заключена вот в оставшемся перед нами сегодня шабать вообще написано что чек должен служить всевышнему в радости мы об этом говорили и хорошая новость заключается в том что бог не только повелел нам радоваться данной дал инструменты при помощи которых мы можем это сделать и точно так же как для автомобиля строят автозаправочную станцию иначе не поедет бог создал для нас станции заправки радости да где мы можем подпитывать свои души энергией и так далее в этих станций нет географических координат есть временные границы и всевышний установил что такие праздники актейсах сукот и шавот тоже называется шла шла регалим когда положено чеку явиться в иерусалим и так далее люди запасаются радостью на весь год в мире существует обычай согласно которому каждый праздник отмечается там один день на следующий день или возвращаются к повседневной жизни в иудаизме абсолютно не так песок это 7 дней там в израиле 8 за пределами сукот меня цель цимхот тара все это целых девять дней получается то есть праздники делятся целую неделю не просто так всевышний хотел чтобы мы вырвались из рутины цель состоит том чтобы 7 8 9 дней мы отдыхали в другой атмосфере чтобы забылись во время своих вот этих вот ну вот или какие-то будничные вещи и прикоснулись к миру счастья черпая из него радость для бытия мы подпитываемся в эти дни вот как бы клемма такая ставил туда себя ты вот на на целый год наполняешься возможностью радости возможности вообще учение хаситизма объясняет что тора пришла в мир чтобы исправить грех древнего древо познания почему поскольку этот грех принес мир печаль а тора она повелевает радоваться в любой момент жизни и чем больше мы приближаемся к дням маши эха когда грех адама будет полностью исправлен тем яснее в качестве вот этой подготовки нам следует избавляться от печали это и есть наша главная подготовка к будущему миру написано что когда приходила душа большим то в этот мир то написано что это было основано на заповеди служите господу с радостью новый путь который он открыл каждый день каждое мгновение нужно для этого нужно подпитываться надо если ты упустил не дай бог этот праздник вот у тебя остался смотрите симхат тараш меня церет пришит к не все все невероятно мы сможем читаем новую книгу в праздник симхат тара обычно испытывают радость которая нельзя добиться просто выпив лыхаем хотя иногда это тоже помогает наступающая суббота это суббота брейшит она названа так понедельной главе тору который читается этот день но это можно еще переводить иначе переводит как суббота начала вот рэба любавичский он говорил что путь который стартует шаббат пришит продлится целый год сегодня самое время принять такие правильные решения посещать тору там увеличить занятия кто-то еще добавить чуть-чуть то есть мы мы и так с вами я считаю правильно провели тот год тем что каждый день все-таки не за дня в день пять минут добавляли к своим знаниям любовичский рыбы часто говорил что мы произносим шахьяну то есть давший нам дожить до этого времени благословения мы его произносим во время зажигания свечей и кедушина симхат тара например это относится как к окончанию цикла торы вот который мы закончили целый год и новый цикл начали и рыба объяснял что благословения приносят для начала чего-то а почему же мы происходим произносим симхат тара когда завершили чтение торы во первых тому же даже начав чтение торы это то же самое мы делали в прошлом году почему мы говорим шахьян и рассуждая таким образом рыба пришел к выводу уникального что начало каждого года должно быть совершенно иным не похожим на прошлый год начало для человека это не только вопрос числа она символизирует новые силы которые до сих пор не было и таким образом человек со своей стороны должен взять на себя обязательства проникнуть на более высокий уровень изучения которого не было проще в прошлом году мы дамы преуспели в изучении там каком-то там может быть пять минутах трех минутах но это ничего не дает уже в этом году в этом году новая жизнь рапиш неур залман взгляд говорил важнейшую вещь человеком называется существо идущее чек на существо идущее а не стоящие он должен переходить от ступени к ступени никогда не оставаясь на одном уровне вот и мы с вами вы прошли целый год и мы сегодня вступили книгу брешит новая книга новый новая тора это новая тора должна подпитать нас новыми силами только в том случае если мы понимаем что мы существо идущие брака вы от слоха хороших праздников жалко что проходят праздники но очень-очень хорошо еще в один день можно посидеть в суке брака вы от слоха